Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня мы беседуем с Владимиром Ивановичем Конкиным, ветераном службы Госавтоинспекции. Здравствуйте! Как Вы до беседы хорошо сказали, что история идет с Вами рука об руку. Расскажите, с чего все началось? Почему Вы решили пойти в Госавтоинспекцию? Поступил я в Госавтоинспекцию в 1962 году. Просто мне нравилась работа в ГАИ, она связана с автомобилями, а меня тянуло с детства к автомобилям. Я очень любил автомобили. Я работал, сам я родился в Шилове, а отца моего, Ивана Фомича, перевели в Пронск. Он был заведующим райфенотделом. Ну и я тоже вместе с ним, мы вся семья переехали в Пронск. И в Пронске мне пришлось там работать во многих организациях. В том числе и я обучал группы шиферов от Скопинского автомотоклуба. И вот в 1962 году ко мне приехал принимать экзамены от группы, которую я подготовил, Локаткин Николай Федорович. Он сотрудник Госавтоинспекции и занимался вот именно в квалифкомиссии по приему экзаменов от сдающих, от тех, кто поступал, получал водительские удостоверения. Вот он приехал, принял у меня группу. Ну, значит, там немножко не сдали. Это как уже правило у него так всегда водилось. После этого мы с ним вдвоем собрались и, значит, я говорю, Николай Федорович, ну давай, может быть, мы обмоем это дело. Ну, он согласился. Был человек, он хороший. Потом он был моим наставником, оказался, когда я пришел в ГАИ. Вот мы с ним посидели, потолковали. И он мне говорит, чего ты здесь обитаешь? У тебя вроде подходящее среди техническое образование, ты имеешь, значит, возможности вот обучать водительских кадров, готовить шоферов. Приходи в Рязань, у нас есть вакансия. Ну, я недолго думаю, собрался и поехал в Рязань. Приезжаю в Рязань, меня принимает начальник квалифкомиссии Сташко Василий Яковлевич. Очень хороший человек, подполковник милиции, фронтовик. И, значит, он со мной беседует, я ему очень понравился. Он говорит, Володя, будешь работать у меня в квалифкомиссии. И вот я с 62-го года по 67-й год, 5 лет, я работал под его руководством и принимал экзамены. Мы работали на улице Есенина, это где вот сейчас, там был тогда Октябрьский райотдел, и в то же время второй этаж занимала госавтоинспекция областная, отдел ГАИ областной. Я это был в этом вот отделе. Начальником у нас был Еропкин Василий Федорович, он потом полковником стал, в 75-м году на пенсию он ушел. Ну и вот, а дальше какая моя сложилась судьба. Дальше, значит, в 72-м году в городе Рязани был подписан приказ, начальником управления внутренних дел, комиссаром милиции 3-го ранга Староверовым Павловым Николаевичем приказ о создании дивизиона дорожного надзора. Ну вот, Еропкин, так сказать, уже со мной хорошо познакомился за эти вот 10 лет, что я проработал в ГАИ, он мне предложил мою кандидатуру на должность командира этого подразделения. Ну и так я стал командиром этого подразделения. Вначале было у нас всего 76 человек личного состава, их собрали изо всех райотделов, они находились все в райотделах. А когда они находились в райотделах, вот до этого момента, то они подчинялись начальнику райотдела. И начальник райотдела их часто использовал на работе, не связанной с дорожным движением. И поэтому вот руководство, наше главное руководство ГАИ, оно приняло решение о создании в стране. А эти дивизионы, батальоны, полки, они создавались по всей стране. И в том числе в 72-м году был создан этот дивизион дорожного надзора, которым я стал командовать. Ну, значит, собрали инспекторов, я людей всех знал, я уже вот за 10 лет я так познакомился со всеми. Я многих знал, знал их возможности, способности, значит, кто на что способен. Потом в 75-м году нам выделили специальное помещение на улице 14-я линия. Там был холодильник раньше, там очень колбасу готовили, изготавливали и все прочее. И мы соседи были с этим холодильником. И вот на 14-й линии мы работали, там уже были, у нас дежурная часть создана, значит, помещение командиров взводов, дознавателей, инспектора по административной практике, кабинет командира, начальника штаба. То есть, полностью все было укомплектовано, и у нас пошла работа. Мы проводили ежемесячно, так сказать, занятия с личным составом, ежемесячно. Значит, проводили, я договорился с военкоматом железнодорожного, у меня там было знакомство. И мы в военкомате, в тире военкомата железнодорожного проводили стрельбы инспекторов личного состава. В общем, готовили личный состав так, чтобы они могли удачно, хорошо трудиться на дороге, на линии. Значит, я проработал в этой должности 11 лет. Вот никто из тех, кто после меня заступал, таких, кто столько лет не проработал. Все работали максимум 4-5 лет, а вот кто и 1-2 года. Вот сейчас у нас там Цыплаков Сергей Алексеевич, молодец, он, по-моему, с 17-го года покатруется. И вот мы с ним беседуем, говорю, Сережа, ты давай, значит, рекорд мой, значит, сделай его, чтобы у тебя был больше, чем у меня, срок службы в этой должности. Потому что наша должность, как командира, это она, должность, она постоянно связана со всеми личным составом. Мы тесно связаны, тесно увязаны. И из-за нарушения, проступки, которые допускает инспектор, виновен командир. А в советское время это было очень строго. Я же в 70-е, 80-е годы, это было советское время, и к этому относились очень строго. Если инспектор кого-то допустил нарушение, грубость проявил, нетактичность в случае снигом движения, командир виноват. И мы поэтому на инструктажах объясняли, толковали, говорили, значит, вы должны вести себя, значит, вежливо, культурно. Кстати, в то время был приказ министра внутренних дел Щелокова Николая Анисимовича. Он назывался приказ о вежливом и внимательном отношении сотрудников милиции к гражданам. И мы вот постоянно об этом приказе напоминали личному составу, чтобы они на дороге. А работа инспектора это постоянный контакт с участниками движения, постоянное общение с людьми. И мы требовали, чтобы вы должны вести себя вежливо, корректно, уважительно относились к просьбам граждан. Если какая-то просьба возникает у кого-то, обязательно выполнить эту просьбу до гражданина. Вот так мы работали. Конечно, был у нас личный состав, он постоянно увеличился. Вот к началу, к концу 80-х годов у нас уже насчитывалось 120 человек личного состава. Четыре было взвода, пять взводов. И один взвод, он назывался взвод вертолетного патрулирования. У нас был вертолет, вот 70-е годы. Значит, в этом взводе вертолетного патрулирования мы подобрали туда самых таких, наилучших, таких боевых инспекторов уже дорожных. С 81-го года наш дивизион дорожного надзора, он был переименован в дивизион дорожно-патрульной службы. То есть, дорожный надзор уже это стало другое подразделение в госавтоинспекции, а у нас стала дорожно-патрульная служба. Она так осталась до сих пор, эта дорожная патрульная, и тут же так она до сих пор осталась, с 81-го года. И вот вертолет помогал выявлять нарушения, грубые нарушения на дорогах. У нас дороги вот эти федеральные значения, Москва-Челябинск, Москва-Астрахань, и были дороги вот эти вот областные, много. Они, конечно, эти вот областные дороги, вот взять Тряжскую, Михайловскую, Спасскую, дороги очень опасные. Однорядное движение в ту и другую сторону, и поэтому никакого разделения потоков нет. И поэтому на этих дорогах постоянно происходит столкновение встречное. А когда встречное столкновение на большой скорости, обязательно возникает гибель человека, гибель людей. Вертолет наблюдает поток транспорта по дороге, и след рядом... У него скорость-то она так где-то могла быть и 60, и 70, как скорость автомобиля у этого вертолета. И машина патрульная с нашим экипажем, она следует вдоль этой дороги тоже за вертолетом. Он ему сообщает по рации. Вон там какой-то номер машины, а они свидет оттуда сверху. То-то, то-то, то-то он нарушил. Ну и сразу принимаются меры к этому нарушителю. Вот, борьба с пьянством, она всегда, эта борьба была и раньше, и она актуальна и сейчас, эта борьба с пьянством. Вот наши, сейчас я знаю, наш батальон дорожно-патрульной службы, они выделяют специально инспекторов в ночное время, патрулирование нашего города, улиц нашего города. Ну и мы тоже выявляли пьяных. У нас, конечно, были примитивные способы выявления. Сейчас эти вот алкотестеры, все. А у нас, вот у нас такая, комплект таких трубочек Бохова-Шенкаренко. Значит, эту трубочку вот одну отсюда инспектор вынимает. У него было такое, значит, приспособление в виде мунштука, с одной стороны, а с другой стороны резиновый такой пузырек небольшой. Значит, он обламывает концы этой трубки с обеих сторон. Обломать можно чем угодно, там, вон, в ключ воткнул и все обломал. Сюда вставляет мунштучок, чтобы испытуемый водитель не поранил губы. А сюда надевает пузырек резиновый, который говорит водителю, пожалуйста, вот, надуй этот пузыречек. И он, значит, в трубочку эту дует этот пузырек. Надул там немножко на него. Если это вот желтое вещество, вот оно, желтое вещество, да. Если оно приобретает синий, коричневый цвет, значит, есть подозрение, что он, значит, находится, значит, находится, что он, подозрение, что он выпил, что он находится в состоянии опьянения. А уж какое опьянение, для того, чтобы это закрепить, инспектор везет водителя такого на экспертизу. Экспертизу у нас проводили в этом, в Галенче, да, в психбольнице, я помню, тогда у нас там приемный покой, прямо врачи проводили эту экспертизу, и он давал заключение. Если он напишет легкое степень опьянения, значит, все, водитель, значит, за это несет наказание. Если он напишет, что он трезв, но имеет остаточные следы опьянения, это, значит, к нему приниматься меры не могут. Не могут в таком случае. А вот, значит, меры принятия по нетрезвому водителю за эти вот годы, прошедшие годы, очень часто менялись. Было лишение прав на год, было лишение прав и на меньший срок. Даже было одно время, можно было такого водителя, значит, направить на него материал в коллектив, где он работает. Ведь раньше были, у нас в советское время были автохозяйства, водители все работали в автохозяйствах, и грузовики, и легковые, были легковые автохозяйства, грузовые автохозяйства. И вот на него направить материал в автохозяйство, чтобы там его обсудили, за то, что он допустил за нарушение. И, короче, можно было его возвращать, ему удостоверение, и он мог дальше продолжать работать. Особенно это применялось в сельской местности. Там же постоянно не хватало кадров, не хватало кадров и водителей, и особенно трактористов. И вот там за трактористов-то вообще борьба была. Секретарь Райкум обычно звонит в ГАИ, значит, вы, пожалуйста, не лишайте его, этого вот Иванова Петра Петровича, потому что он у нас в колхозе единственный тракторист. Как лиши его, трактор будет стоять, не будет работать. Вот такие тут дела были в то время. Владимир Иванович, мы с вами вот как-то вот в пьяных водителей ушли. А вот такой вопрос. Сейчас очень много публикаций в СМИ о том, как бравые экипажи ДПС доставили, там, может быть, тоже читали, доставили там женщину в госпиталь с мигалками, доставили там ребенка в госпитале с мигалками. А в ваше время бывало такое, что вот ваши сотрудники там приходили, говорили, вот там, доставили, помогли? Ну, конечно, конечно, бывало. Конечно, бывало. Но вы потом еще учтите, что вот сейчас то, что имеет батальон, современный батальон ДПС, как он обеспечен техникой, как он обеспечен этими приборами всевозможными, вплоть до компьютеров, в машине у него компьютер. И тогда у нас, что у нас было? Деревянный жезл и свисток. Вот свисток обязательно. Мы на инструктаже, если он свисток дома забыл, оставил, мы его посылали, беги и давай этот свисток. Без свистка он не мог. И на улицах города часто этот свист. Для того, чтобы машину остановить, инспектор мало того, что покажет жезлом, он еще и свистнет, чтобы остановить. Ну, и, конечно, техника, которая у нас была, она несравнима с сегодняшним. Вот они сегодня обеспечены, я считаю, на 100% отличной техникой. У нас же были копейки, вот она стоит у нас одна, как памятник при входе. Вот такие у нас копейки, такой же раскраски они были у нас. Москвичи тоже такие же раскраски. Москвичи 412-е. Вот, 21-е Волги, несколько там, штук 3. И 24-е. Я помню, в то время, вот этот вот полник Андрич Староверов, наш начальник управления, пробил через Москву, через хозяйственные органы, выделил для нас, нам выделили одну Волгу с Чайковским двигателем и с автоматической коробкой передач. Ну, и у нас еще были, кроме машин, у нас были мотоциклы. Эти мотоциклы были как с колясками, так мы получали мотоциклы-одиночки. На них заднего сидения не было. Они были просто один водитель и все, больше ничего. И такой вопрос напоследок. Вот вы говорите, что прививали инспекторам уважительное отношение к водителям. И вот сейчас, да, очень часто наблюдаешь на дороге, с инспекторами общаешься, что они тоже вот говорят про вежливое общение и так далее. То есть, возможно, возможно, инспекторы не меняются. А люди, которые вот были, которые были в ваше время, которые сейчас на дорогах водители, они изменились или нет? Они стали какими-то другими? Ну, я так скажу. Вот за эти годы прошедшие, ну, конечно, люди изменились, я скажу коренным образом, я скажу так. Вот в то время, в наше время, чтобы водитель не подчинился инспектору, чтобы он там, значит, так сказать, не предъявил удостоверение, а эти случаи исключались. Они были, ну, как-то, ну, люди были и добрыми. И инспекторы к ним, вот мы их требовали, чтобы они к ним добрыми были. И люди понимали это. И сами тоже люди относились с добром ко всей милиции, не только к дорожной, вот, патрульной службе. И, значит, во всех других подразделениях, так сказать, когда работники милиции работают, участковые, вот они тоже общаются постоянно с гражданами. И вот эти вот люди, милиционеры, которые общаются постоянно с гражданами, дорожно-патрульной службой, участковые, они именно и создают имидж этой вот милиции. Милиция была в почете в то время. А помните, какие были кинофильмы? Это Жарова, участковый Жаров. Как его там, забыло, его прозвали. То есть, все-таки изменилось коренным образом отношение, точнее, изменилось коренным образом народ не в лучшую сторону. Народ именно изменилось не в лучшую сторону. Но полиция, но полиция от нее тоже требует, так же, как мы отребовали от милиции, чтобы они были и внимательны, тактичны, и вежливы, и доброжелательны, и все прочее. Они тоже, это так, любой командир любого подразделения, он от этого требует. Владимир Иванович, спасибо вам большое за беседу. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова